Продолжение следует... ...то со связью сейчас проблем нет. Но сразу же, забегая вперед, хочу отметить, что если трудности появятся в ходе самого вебинара, пожалуйста, не разбегайтесь, поскольку очень быстро мы их решим и, соответственно, снова выйдем на связь. Это для тех, кто имеет привычку покидать комнату до тех пор, пока вебинар еще не завершен. Каким образом мы построим наш сегодняшний вебинар? Это, собственно, тот сценарий, который уже прижился. Мы неизменно придерживаемся его, поскольку он хорошо себя зарекомендовал. Это оценка основных событий прошлой недели, того, как они повлияли на те инструменты и валютные активы, которые мы используем в нашей каждодневной спекулятивной деятельности. После того, как подведем итоги основных событий прошлой пятидневки, плавно переключимся на те отчеты, которые у нас на повестке предстоящей недели. Традиционный понедельник у нас довольно-таки спокойный, но мы видим то, что сегодня резонанс идет неплохой. Это как ответка на ту безумную волатильность, которую мы наблюдали в пятницу. То есть здесь принцип преемственности во всей красе себя проявляет. Ну и прекрасно понимаем то, что буквально через несколько часов в 19.30 по московскому времени будет выступать в Филадельфии Джанет Елен, которая еще раз коснется вектора денежно-кредитной политики. И, разумеется, может быть, даст сигнал трейдерам, которые сейчас прикованы к доллару, видят в нем неплохой шанс для заработка, как растущего актива. И, честно говоря, действительно доллар с точки зрения фундамента, если закрыть глаза на пятничный non-farm pearls. До этого у нас было десяток крутейших отчетов, указывающих на то, что ФРС действительно может принять долгожданное решение, которое предполагает возможность ужеточения монетарной политики. Сегодня Джанет Елен для многих является, скажем таким, последним оплотом, поскольку именно ее оценка вектора монетарной политики и возможных решений на будущее создаст неплохой буст и соответствующее ускорение для американца на самое ближайшее время. Поскольку мы на прошлой неделе перешагнули сразу через несколько серьезных фундаментов с точки зрения отчетов сейчас, мы ориентируемся опять на американца, ну и будем еще поглядывать на те инструменты, которые представляют интерес, исходя из интересных релизов, которые на повестке этой недели. Но сегодня у нас Джанет Елен и в частности завтра, когда мы встретимся с вами в ходе брифинга, мы детально разберем ее сегодняшнее выступление и посмотрим, что можно ожидать от американца дальше. Ну а теперь, собственно, давайте перейдем к прошлой неделе. Она была, мягко говоря, насыщена на макроэкономические события. Мы очень много получили из того, что хотели получить. Но единственное, что пятница, конечно же, мягко говоря, разочаровала, потому что мы на протяжении месяца копили пункт за пунктом в отношении наших идей, осыпались, снижались все евро, росли с долларом. И, казалось бы, вот немного еще доберемся до наших целевых ориентиров. Мы ведь много особо не хотели. У нас евро, доллар 1.10, USD, и иена, хотя по USD, иене мы с вами добрались до нашей цели 110, но потом решили сходить еще выше. И, в принципе, основания для этого были. Но вот пятница, к сожалению, напомнила всем, что такой рынок, когда мы предполагаем, он располагается, собственно, все расставило на свои места. И вынуждено сейчас нам приходится снова приспосабливаться к рынку и набирать те прежние пункты, пусть и на это понадобится нам еще некоторое время. Ничего, мы с вами очень много терпели, ожидали, когда придут те самые основания для роста американцев. И сейчас нам остается только не сворачиваясь в пути того, что доллар сохранит свои лидерские качества, пусть и не сразу проявятся они, потому что сопротивление фундамента оно есть, сопротивление и медведя также присутствует. Но не отказывайтесь от той объективной картины, которая сложилась уже и которой мы с вами старательно придерживаемся изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц. Европейская валюта вплоть до четверга, мы видели, как консолидировалась на отметке 1.11, участники рынка, безусловно, предвкушали заседание Европейского Центрального Банка и пресс-конференцию Драги. То, что ЕЦБ мог скорректировать параметры денежно-кредитной политики, это ни у кого не вызывало вопросов, поскольку эти изменения были крайне маловероятны. То есть мы ждали то, что эти параметры оставят без изменений, поэтому ключевой, конечно же, аспект нашего внимания был сразу уделен именно конференции Драги. Учитывая вероятность того, что инфляция может остаться ниже целевого значения в 2% гораздо дольше, вплоть до конца 2018 года, европейский регулятор мог действительно удивить. И мы допускали какое-то сюрпризное решение в порядке ожиданий. И если бы в ходе прошедшей конференции Драги действительно не то, чтобы дал нам намек на то, что возможно какие-то изменения, а приняли решение бы что-то изменить, я думаю, что мы это приняли просто к сведению и, наверное, не стали бы активно даже обсуждать, потому что предпосылки для этого действительно были. Опубликованный отчет по индексу потребительских цен Германии поддержал оптимистичное настроение трейдеров. В частности, индекс потребительских цен вырос в годовом выражении с минус 0,1 до 0,1. В месячном прирост с минус 0,4% до 0,3%. Еще большее внимание участников рынка вызвало отчет по потребительским ценам в еврозоне в целом, который, как и ожидалось, не смог выбраться с отрицательной зоны. Вот для нас это как раз самый очевидный сигнал того, что с потребительской активностью в еврозоне все очень плохо. Действительно, тренд совершенно также очевидно понижательный. И индекс пребывает на отрицательной территории в течение длительного периода времени. В частности, исходя из прошлого отчета, стало ясно, что потребительские цены в еврозоне снизились на 0,1%, что стало четвертым месяцем подряд снижение. Напомню, что общий показатель инфляции пребывает ниже целевого значения в 2% уже в течение длительного периода времени, в частности с 2013 года. Именно тогда появились первые признаки экономического смягчения со стороны ЕЦБ, которые с тех пор только усиливались и носили только одну цель. Это покончить с этой проблемой. Поднять потребительскую активность и поспособствовать движению индекса потребительских цен к целевому значению. Но вот идут годы уже, по сути, можно сказать, мы прошли половину 2016 года, даже выходим на финишную прямую, но, по крайней мере, это скоро случится. То есть, 3 года беспрецедентного экономического стимулирования. И где же находится сейчас индекс потребительских цен? Он находится ниже линтуса. Даже не прибавил ничуть на положительной территории. Напротив, ЕЦБ молится сейчас, чтобы индикатор не закрепился на отрицательной территории и показал бы хоть какой-то прирост. Потому что уже жутко становится забудущее показать ВВП. Тем более, что мы видим, как экономика валютного блока действительно снижается. А в целом, предварительно мы видим слабые отчеты и ПВП Германии, прочих регионов. И в целом, это позволяет нам сделать простой и абсолютно оправданный, на мой взгляд, вывод о том, что еврозона, она по-прежнему находится в состоянии экономического кризиса. Многие трейдеры сейчас прогнозируют скорое увеличение инфляции из-за высоких цен на нефть. Тем не менее, восстановление нефти мы наблюдаем уже с начала 2016 года, полгода. И до сих пор оно не спровоцировало нужных последствий касательно роста потребительских цен. Также расчаровали рыночные продажи в Германии, минус 0,9% в месячном. Выражение против прошлого роста настолько же, плюс 0,9%. Подобный контраст фактического и ожидаемого отчетов еще раз подчеркивает уязвимости немецкой экономики перед проблемой глобального экономического оспада. И плюс ко всему, в прошлую пятницу у нас еще вышел отчет по рыночным продажам в еврозоне в целом. Также статистика плохая, которая является в целом отражением низких значений потребительской активности. То есть у нас пазл уже давно сложился, но приятно, скажем, еще надавливать на некоторые детали, которые позволяют сделать вот эту картинку более контрастной. И эта картинка, она сейчас явно указывает на то, что мы, делая ставку на ослабление того валютного актива, который стоит за этим слабым регионом, это идея, которая имеет четкое и оправданное, обоснованное фундаментальное подтверждение. И самое главное, нам не сворачивать с этого пути и, соответственно, не видеть позитив там, где его нет. Периодически в ситуацию вмешиваются глобальные риски, которые провоцируют трейдеров на уход в защиту иенового франка. Вы знаете то, что европейская валюта, казалось бы, вопреки логике, в эти периоды также растет. Но связано это только с тем, что из-за крайне низких процентных ставок евро используют в качестве валюты фондирования. Но как только настроения начинают меняться, мы видим, как тут же евро очень быстро разгружают, потому что системной поддержки у этого актива нет. И трейдеры возвращаются к коррекционному посылу, на который я вас традиционно настраиваю. Пара доллар-японская иена в понедельник прорвалась выше 110 иен за доллар 111, точнее, реагируя на комментарии елен, а также слабые данные по промышленному производству и рыночным продажам в Японии. В частности, промышленное производство в Японии, как и ожидалось, оказалось хуже прогноза снижение на минус 3,5% в месячном выражении против прошлого роста на 0,2%. Что касается рыночных продаж потребительской активности, здесь также слабый релиз, 0,8% спад против прошлого, также снижение на 1%. Учитывая, что в прошлом месяце также у нас просел и индекс потребительской цен, то есть общий показатель CPI, есть все основания полагать, что вопреки ожиданиям, которые присутствуют на рынке, мы можем дождаться решения о дополнительных стимулах со стороны Банка Японии. Пусть и на это потребуется чуть больше времени, чем полагалось раньше. Хотя сейчас такая кулуарная оценка консенсуса прогноза сводится к тому, что до выборов в верхнюю палату парламента, которая состоится вот уже буквально совсем скоро, то есть до конца июня, эти стимулы могут быть анонсированы. И последние тренды, которые разворачиваются на рынке статистики Японии, указывают на то, что премьер-министр Японии Синзе Абе, ну, наверное, чтобы поддержать и хоть как-то оправдать свой политический курс, у власти он уже достаточно длительный период времени, но, к сожалению, все его обещания пока не реализованы. Нужно пойти на дополнительные решительные шаги, не думаю пока о последствиях того, что кто-то обвинит Японию в том, что этот регион развязывает валютные войны. Мы, соответственно, следим за этим новостным фоном, очень внимательно, поскольку понимаем, что вот эти настроения, они и должны повлиять фактически на решение Банка Японии, но будем надеяться, что статистика и слабость региона все-таки возьмет свое и создаст те самые условия для решительности, собственно, японского регулятора. Поддержали американцев в начале недели данные по индексам личных доходов и расходов. Особый акцент я хочу сделать на личные расходы, которые выросли на 1% против прошлого роста, наверное, на целых 0,1%. Чудеса волатильности продолжил демонстрировать фунт. Во вторник диапазон дневного хода составил порядка 300 пунктов, то есть трех полноценных фигур. Пара фунтовых просела серьезно после того, как закрылся некоторое время назад на минимальном уровне с 23 мая 1.44.78. И произошло это все благодаря новым данным, которые появились на рынке по общественному настроению, по результатам опроса респондентов. Вопрос был один. За что вы собираетесь проголосовать в ходе референдума, который состоится 23 июня? За то, чтобы Англия была в составе ЕС? Или за то, чтобы Англия все-таки стала уже развиваться по пути автономного государства? Так вот, новые опросы от агентства АСМ отметили то, что большинство 45 выступают уже за целесообразность выхода. 42 против. Но настроения, уверен, будут еще меняться. И меняться очень сильно, провоцируя соответствующую волатильность. Нам самое главное не поддаваться на возможные заблуждения. Уход трейдеров от объективного риска понимает то, что фонда, прежде чем не доберется до уровня 1.42, выше, скажем, отметки 1.47-1.48 вряд ли уйдет. То есть наша цель остается прежней. Неизменные мы ждем касания поддержки на отметке 1.42. Продолжила слабеть и канадская валюта, реагируя на динамику нефти. В частности, нефти так и не удалось в начале недели прорваться за сопротивление 50. Ну и поспособствовали, в частности, слабости еще канадского доллара данные по ВВП. В мечтном выражении ВВП просел на 0.2% против прошлого спада, который наблюдался на отметке 0.1%. И каждый раз, когда мы возвращаемся к перспективам денежно-кредитной политики Канады, мы понимаем то, что Банк Канады реально может еще раз снизить процентную ставку. Об этом мы получали уже свидетельство даже со стороны руководства канадского регулятора. Но единственное, что сейчас оно взяло паузу, пытаясь дождаться как раз решения по повышению ставки со стороны ФРС, либо ослабление цен на энерго-ресурсы, потому что и в первом, и в втором случае у канадской валюты появится серьезное ослабление для ослабления. А слабый канадский доллар – это, соответственно, очень неплохая поддержка для национальных производителей, которая им нужна. И если мы посмотрим в целом объективно еще на торговый баланс, даже закрывая глаза, на незначительный позитив по экспорту, данные, которые вышли в пятницу, я хочу сказать то, что совершенно очевидно у нас плохая статистика, негативный спад, который усиливается, экспорт особенно не энергетически явно, а страдает. Единственная возможность решить эту проблему – это, соответственно, ослаблять доллар канадский, национальную валюту, которая по-ближнему очень высока. Торговая сессия среды была открыта данными по экономическому росту в Австралии. В частности, ВВП, вопреки ожиданиям и прогнозам, прибавил. 3,1 с 2,9 на этом фоне австралийца рванул к отметке 0,73. Но в целом, вспомните, как и примерно месяц назад, когда мы анализировали данные по рынку труда, мы понимали то, что видим позитив там, где его нет. И особо не закладывали какие-то дальнейшие ожидания того, что локальная разовая статистика может перерасти в какой-то тренд. И все тогда сделали правильно. Я сейчас хочу сказать, чтобы и на ВВП вы особо не делали большую ставку, потому что уверен, этот индикатор будет явно пересмотрен с понижением. Особенно, учитывая то, что вот уже несколько месяцев подряд мы видим затяжное пике цен на железную руду, которая является главным экспортным ресурсом для австралийской экономики. И я думаю, что не все риски просто еще дисконтированы в экономический прирост. Как только у нас вводит оценка по итогам прошлого месяца, уверен, что цифра будет оставлять желать лучшего. Самое главное, чтобы по австралийцу мы не отказывались от идеи, которая предполагает фундаментальное ослабление, и тем более подталкивать и стимулировать, в частности, этот коррекционный посыл, будут еще и слабые данные по Китаю, и в частности, по индексу PMI, как производственной активности, так и сферу услуг. На особую ставку я делаю традиционно на производственный сектор, который снизился с 49,4 до 49,2. То есть, у нас давно уже пройден рубеж 50, который отделяет восстановление от стагнации. Я думаю, что это параллель вы уже уяснили, запомнили, потому что этот индикатор мы анализируем уже в течение нескольких лет. И я думаю, что те, кто регулярно смотрит и посещает вебинары, уже имеют четкое, собственное, может быть, даже несубъективное представление о том, что же на самом деле складывается в отношении регулятора, когда видят тот или иной отчет и без меня его правильно интерпретируют. Другими причинами спроса на, в частности, японскую иену, стал еще перенос сроков повышения налога с продаж в Японии на более поздний период. В частности, это решение было отложено на 2,5 года. Ну и помимо того, что Синзааба принял решение перенести налог с продаж, мы видели, как очень активно стали дисконтироваться в стоимости защитных активов риски Брекзита, потому что сейчас все понимают, что если дело дойдет до вот этого радикального сценария, последствия трудно оценить, потому что это прецедент, и никто не знает, что можно будет ожидать постфактум. Но совершенно очевидно, с чем поспорить невозможно. Эти негативные последствия будут характерны не только для Англии, не только для ЕС, но и для всей мировой экономики. Тем более, что об этом уже абсолютно недвузначно и недвусмысленно заявил даже Всемирный банк, который предложил глобальной экономике готовиться к еще одному риску, который вот уже на повестке, на носу. И этот риск в неговом случае не нужно игнорировать. Укрепление японской валюты, вопреки ожиданиям, не смогли остановить даже комментарий премьера министра Синзааба о том, что в регионе по-прежнему присутствует серьезная депутационная угроза, которая может стать причиной для более масштабного стимулирования. В частности, по мнению АБЭ, проблемы развивающихся стран могут спровоцировать Банк Японии на расширение действующей программы количественного смягчения и, в частности, поднятие планки QE с 80 триллионов йен в год, которая цифра сейчас реализуется в рамках экономики до 100 триллионов йен. Помимо новостного фонда из Японии, не стоит забывать и про американскую статистику, потому что вышли данные по активности производственном секторе с 58. Мы видели прирост до 51,3, и в целом это еще немного поддержало идею того, что доллар находится на абсолютно оправданном и своем месте, когда показывает характер и, соответственно, прибавляет в стоимости. И, безусловно, я еще рекомендовал обратить внимание на индекс разгона инфляции. Может быть, этот отчет кто-то игнорирует, но я считаю, что это ни в коем случае делать не нужно, потому что именно инфляция у нас является, наверное, последним камнем преткновения для многих голосующих членов, которые по-прежнему не готовы проголосовать за повышение процентной ставки, поскольку не видят соответствующего ускорения в индексе потребительских цен. Но разгон инфляции, с точки зрения даже индикатора, явно указал на то, что у нас тренд исключительно повышательный, он неплохо динамично разворачивается, 63,5 с 59, и это еще прибавило шансов на то, что ФРС мог бы проявить решительность и по-прежнему может, даже по итогам июньского осеннания, которое состоится совсем скоро. Но, поскольку мы видели все-таки коррекцию пары доллар-японской иена, при взвешивании фундамента американского происхождения из Японии стало совершенно очевидно то, что японский фон оказался локально осильнее. Поэтому пара USD иена закрыла осреду на уровне 109.55, к сожалению, провалившись и ниже поддержки 111, и ниже поддержки 110. Но это было только началом, потому что рынок еще даже представить не мог, какой отчет у нас впереди по Non-Farm Pails, каким последствиям он приведет в динамике, в том числе и пары доллар-японской иена. Из других данных, в частности, деловая активность в рамках валютного блока – это релизы, которые уже пришлись на конец прошлой недели, указали на то, что в Германии этот индикатор по-прежнему остается на трехмесячном минимуме – 52,1 с 52,4. Фунт продолжил валиться, реагируя на прежние результаты общественного опроса. А в следующий вышел отчет от Американского института нефти, АПИ, согласно которому запасы выросли на 2,3 миллиона, против прошлого снижения на 5,1 миллион. Вкупе с комментариями министра нефти Объединенных Арабских Эмиратов и Ирана о том, что эти регионы собираются увеличить производство, и на повестке, скажем, того заседания ОПЕК, которое было еще на неделе, не видели в ней пункта, который предполагал возможность снижения объема производства. Это стало сигналом того, что ОПЕК не будет обсуждать столь ожидаемую рынком инициативу. То есть, как таковое, такого решения принято не было, и все потому, что такой пункт вообще не выносился на повестку обсуждений. Говорили о квоте, может быть, еще о чем-то говорили. Говорили об объемах производства в рамках отдельных государств. Но что, чтобы принять солидарное решение, которое должно было предполагать такое же солидарное снижение объемов производства, дело до этого не дошло, и, соответственно, рынок не получил. Особенно быки, которые делали ставку на такую поддержку катализатора и триггера для роста актива. Поэтому мы наблюдали, как бренд продолжил консолидироваться рядом с планкой 50. Но в целом понимаем то, что на текущий момент по-прежнему нет ровным счетом никаких основополагающих оснований, чтобы актив двинул выше. И если нет этих оснований, тогда мы возвращаемся к основаниям того движения, которое более оправданно сейчас. И это движение предполагает коррекцию и закрепление уж точно ниже 50 долларов за баррель. Торговая сессия четверга была крайне интересна на макроэкономические события. Европейская валюта в четверг столкнулась с вполне оправданной логичной коррекцией, оказавшись под давлением как национального фундамента, так и комментариев Драги, который, собственно, отметил готовность европейского регулятора продолжать стимулирующую политику, если того потребует ситуацию. Что касается конкретных комментариев Драги, мы об этом в ходе брифингов говорили. Я просто хочу отметить тезис, то, что второй квартал будет еще хуже, чем первый, и то, что программа количественного смягчения начинает действовать в расширенном составе уже с 8 июня и продлится до марта 2017 года. То, что если инфляция не все-таки покинет отрицательные территории и не сможет нащупать основания для хоть какого-то сигнала движения в район целевого показателя в 2%, тогда ИЦБ снова будет действовать через снижение процентных ставок. Я думаю, что это правильный комментарий со стороны Драги, и, наверное, сказать что-то другое было бы глупо, потому что трейдеры видели ту статистику, которая была на повестке недели, в частности, видели данные по индексу потребительских цен и прекрасно понимают, к чему такая статистика, в принципе, обычно приводит. Это реально дефляционная угроза и несостоятельность тех прошлых стимулов, которые были запущены. Нужно что-то менять. Цены на нефть растут, но не помогают. Значит, остается надеяться только на национальные гникуляторы и на возможные изменения денежно-кредитной политики. Что касается реакции рынка на подобные формулировки и комментарии, вы все прекрасно видели. Евро действительно оказался под давлением, но не таким, как хотелось бы видеть по факту столь важных комментариев со стороны такого высочайшего чиновника, как председатель Европейского Центрального Банка. Европейская валюта, собственно, закрыла день на уровне 1.1149. Фунт продолжил концентрироваться рядом с планкой 1.44. Мы понимали то, что нужен дополнительный триггер. Ну, возможно, новые данные по общественному настроению, они, собственно, появились и пришли в эти выходные. Нужно понимать то, что если бы не нон-фарм фэрлс в пятницу, мы бы закрыли по фунту день ниже 1.44, может быть, даже в районе 1.43 с небольшим. И при добавлении к этому тренду того результата общественного напроса, которые пришли на этих выходных, у нас получилось бы дополнительное давление больше, чем на одну фигуру. То есть, чисто теоретически, мы, по идее, уже должны были бы добраться до нашего профитного ориентира 1.42. Если бы всю малину не испортил нон-фарм фэрлс, и вот этот крайне глубительный для доллара отчет по очень скромному приросту новых рабочих мест. Доллар японская иена продолжила снижаться к лос четверга 108.83. Причины – это, собственно, укрепление иены по факту приближающегося референдума в Англии, перенос срока повышения налога с продаж, а также слабые статистики по деловой активности в промышленном секторе и сфере услуха Китая. С одной стороны, решение Синза Абе перенести повышение налога снижает вероятность решения программы количественного смельчения. И это оказывает несомненную поддержку. Японская иена, поскольку нет фактора разгрузки. Но, с другой стороны, актуальная проблема с дефляцией, крайне низкими значениями внутреннего спроса и состоянием промышленности не оставляет другого выбора в целом региону, да и трейдерам, которые следят за иеной, чтобы дождаться как раз повышения планки количественного смельчения с 80 до 100 триллионов иен в год. Да, пока это только в формате ожидания, но я думаю, что тот негативный тренд, который стал разворачиваться таким стремительным темпом в рамках японской экономики, он должен заставить национальное руководство регулятора все-таки принимать более такие превентивные, тактические, стратегические решения, думая прежде всего об интересах национальных производителей. Это то, о чем они и должны думать, не обращая внимания на риски, связанные с какими-то вербальными обвинениями, идущими со стороны мировой общественности. Доллару не особо помогли даже данные по EDP, которые были опубликованы в четверг, и за, помните, Дня памяти все отчеты поехали ровно на сутки, и тот релиз, который у нас традиционно приходится на среду, выпал в этот раз на четверг. Заявки на пособие по безработице также указали на улучшение ситуации на рынке труда 267 268, и у нас были в связи с этим ожидания увидеть хорошие данные по Non-Farm Perls. Я знал то, что есть подводный камень, который может проявить себя, это забастовка рабочих в Аризон компании, которая охватывает практически 40 тысяч рабочих мест. И, ну, почему-то я был уверен в том, что с учетом поправки на сезоны, с учетом прогресса в сфере услуг и, соответственно, ситуации, которая складывается в отношении общего показателя экономически активного населения, я надеялся увидеть хорошую цифру, наверное, как и многие из вас. Но наши ожидания оказались ложными и ошибочными, потому что статистика указала на то, что количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 38 тысяч новых рабочих мест. Это смех просто какой-то. Вот сегодня параллель провелся с канадской экономикой. Да, в Канаде такой прирост периодически, в Австралии, но это несопоставимые экономики. 38 тысяч новых рабочих мест. Это последний раз такие показатели мы наблюдали в посткризисном в 2009-2010 годах. То есть, это ниже плинтуса. Но в то же время был и позитив. И очень странно то, что иена, точнее доллар, не смог отбить хотя бы фигуру, может быть, полторы на факте того, что уровень безработицы снизился до 4,7% с 5. И мы видели прирост по средней причасовой зарплате до 2,5% против прогноза 2,5%. То есть, совпало с ожиданиями. Но 2,5% это прекрасный индикатор, который создает хорошее основание для роста уровня инфляции. И сегодня об этом, собственно, говорил представитель ФРС Розенган. В частности, о его комментариях я вам чуть подробнее расскажу на завтрашнем утреннем брифинге. Надежда оставалась только на отчет сферы услуг АСМ, но, к сожалению, он также подвел 52,9% с 55,7%. В результате пара доллар-японская иена закрыла день провально. Просто с катастрофическими потерями на уровне 107, евро, доллар и другие рисковые активы воспользовались слабостью американца и неплохо подросли. В частности, евро, доллар добрался до сопротивления 1,1350. Фунт доллар оказался выше отметки 1,45. А в столице вырос до 0,7365. Что касается доллара швейцарского франка, то, понятное дело, из-за возросшей неопределенности франк оказался спросовым инструментом и смог закрыть, точнее, доллар против франка день на отметке 0,9760. И десертом своего рода всей недели выступил отчет от Бейкер Хаджес по количеству нефтяных платформ. Мы также на брифинге сегодня об этом говорили. Количество платформ выросло на 9 штук. Это позитивный сигнал, который указывает на то, что сланцевые производители возвращаются на рынок. И это в перспективе ближайших месяцев может добавить дополнительно тысячи баррелей в сутки к общему производству, что в целом будет усиливать факт избыточного предложения, то есть той проблемы, которая по-прежнему еще не решена. Немного мы сегодня, конечно же, увлеклись с оценкой прошлых релизов, но я думаю, что вы все меня простите, поскольку неделя была действительно очень интересной. По-другому и иначе нельзя было. Мы обязаны были пробежаться по основным событиям, раз уж поставили такую повестку для нашего вебинара. И это и сделали. То есть ни один отчет упущен, не упущен. Соответственно, если кто-то из вас пропустил какой-то релиз, я думаю, что сейчас мы воспомнили пробелы и все наверстали с точки зрения информации. Ну а теперь, что касается отчетов этой недели. Завтра у нас решение резервного банка по ставке и отчет по экономическому росту в еврозоне. По Австралии, конечно же, сейчас мы не будем прогнозировать возможность изменения денежно-кредитной политики, в том числе и дополнительное смягчение, поскольку нам нужно получить еще одно подтверждение низких значений по инфляции. Вот если в рамках этого месяца у нас действительно поступает сигнал того, что индекс потребительских цен продолжает снижаться, тогда я прям гарантирую вам, что уже в рамках ЮЭЛа мы можем дождаться дополнительного снижения процентной ставки со стороны Австралии. Если к этому моменту мы не подберемся к нашей цели 0,70, то фактическое решение по смягчению экономической политики точно станет неплохим катализатором для этого. Готовьтесь тех, кто делает ставку на среднесрочный трейдинг. Еврозона, ВВП. Здесь предлагаю особо не играть со статистикой, не питать каких-то ненужных фемистичных иллюзий, предположений. Не забывайте о крайне низких значениях деловой активности производства на всех этой сфере услуг. Не забывайте про индикатор потребительских цен, индикатор отчета инфляции CPI. И, конечно же, не забывайте про ровничные продажи. В частности, в прошлую пятницу в Еврозоне слабый отчет, который указывает нам на то, что Еврозона по экономическому росту вряд ли сможет похвастаться хорошей статистикой. Завтра ждем плохой отчет и ждем давления, соответственно, на евро. Отчет Американского института нефти по запасам. Если в прошлый раз этот индикатор нас не подвел, я думаю, что в случае роста и в рамках прошлой недели, то есть на статистике, которую мы получим уже завтра, на бренд может быть оказано неплохое давление, тем более, что трейдеры крайне чувствительны сейчас к этому отчету. Ну и хотя бы потому, что более серьезного фундамента, который касается рынка нефти, сейчас попросту нет. Следим за индикатором IP и после переключаемся на запасы нефти, нефтепродуктов от Минэнерго США. И если и здесь мы увидим прирост, тогда бренд очень быстро окажется ниже 48 долларов за баррель. В среду у нас два отчета, в основном, которые касаются английской экономики, промышленного производства и темпа роста ВВП. Здесь, честно говоря, вопреки, может быть, моей традиционной медвежьей позиции, я считаю то, что по ВВП мы можем увидеть первый дожданный прирост. Но это только частная оценка, также особо позитивить мы по этому поводу не будем. Учитывая то, что в строительном секторе, в производственном секторе, в сфере услуг, вопреки ожиданиям, мы видели прирост на прошлой неделе, есть объективные предпосылки дождаться хорошего отчета и по экономическому росту. Но, как показали последние недели, сейчас трейдеры никакого внимания не обращают на статистику, а делают основной упор на общественное настроение, на результаты опроса, генерируемые как раз рейтинговыми агентствами, которые проводят как раз онлайн, очные, заочные опросы и публикуют, собственно, результаты. Мы видим, как фонд активно на них реагирует, и до 23 июня ничего не изменится. Но, может быть, только волатильность вырастет и нервозность на площадках повысится. Ждем дополнительного негатива для британца, и ждем то, что с 42% респондентов, которые сейчас выступают за выход из состава ЕС, за выход Англии, процентный эквивалент повысится, и расхождение между теми, кто за и против, окажется еще более существенным. Решение по ставке в Новой Зеландии, никаких изменений также не предвидится, ну, это пока что. Тем более, что нам нужно оценить еще ситуацию также с уровнем инфляции. И, на мой взгляд, сейчас то, что помогло, собственно, Зерновому банку Новой Зеландии и поможет в перспективе, опять же, предстоящей среды избежать решения по дополнительному смягчению экономической политики, это крайне удачная аукционально-молочная продукция, которую мы получаем в последние три недели. То есть, главный сырьевой актив прибавляет в стоимости, и это позволяет решать на уровне бюджета многие фискальные проблемы. В четверг день довольно-таки спокойный. Единственное, на что можно будет обратить внимание, первичные заявки на пособия во безработице. Я очень надеюсь, что трейдеры очень быстро забудут про крайне провальный нон-фарм фэрлс и поймут то, что один релиз в целом не меняет картину общего позитива, которая сложилась на рынке. И в пятницу день рынка труда для Канады. Думаю, что те, кто сейчас, и я, собственно, отношусь к их числу, ждет ослабления канадца, в пятницу мы получим сигнал для того, чтобы реализовать эту идею, связанную с возможностью движения пары USDCAD выше уровня 1.31. Оснований увидеть хорошей релизы нету. Уверен в том, что и безработица уровень, соответственно, вырастет и количество новых рабочих мест серьезно снизится. Это будет указывать на то, что канадский регион продолжает переживать очень нестабильный период с точки зрения экономической статистики. И мы знаем то, что это только начало для еще более тяжелого периода, потому что пожары, которые имели место быть в Альберте, одном из самых богатейших регионов Канады, они уже позволяют нам говорить о том, что ВВП Канады потерял больше 1%. Но об этом мы узнаем только тогда, когда начнем подводить результаты прошлого месяца через статистику по ВВП в этом месяце. Поэтому я настраиваюсь на слабые цифры, настраиваю на давление в отношении канадца. И хочу, чтобы вы не забывали о том, что помимо статистики против канадца может выступить и возможность в любой момент ослабления нефти. Вот что, собственно, мы и будем ждать в ближайшие дни и постараемся использовать для разгрузки канадца и прочих сырьевых валют. Собственно, на этом все. Заключительный слайд. Традиционно это ориентиры по наиболее липидным валютным парам. Евро доллар 1.1250. Австралийцы против доллара 0.7250. 2.50 USD на 108.50 фунт против американца 1.43. Понижательное давление на риск и поддержка для доллара, которая может быть усилена после сегодняшнего выступления от Джанет Хиллен, которое мы ожидаем через 2,5 часа. А если быть совсем точным, через 2 часа 20 минут. По Москве в 19.30. На этом все, уважаемые трейдеры. Если есть вопросы, можете задавать их либо в рубрику общий чат, либо в рубрику вопросы. Что касается сегодняшних ожиданий от речи Елен. Я считаю то, что если будет совсем все хорошо для оптимистов и тех, кто делает ставку на рост доллара, сегодня Елен особо не будет цепляться за провальный отчет по Non-Farm Perils, отметив то, что один единичный локальный релиз не меняет общий позитив, который сложился в картине занятости по США. И спорить с этим точно не нужно, потому что традиционный бараметр состояния американского рынка труда – это заявки на пособие по безработице. Четыре раза в месяц мы наблюдаем эту статистику, и у нас уже на текущий момент самый затяжной цикл уменьшения количества заявок на безработицу с 1983 года. И вот этот показатель держится ниже 300 тысяч больше 60 недель подряд. На мой взгляд, только отталкиваясь от этого исторического практически прецедента, нужно видеть то, что американский рынок труда явно восстанавливается. Плюс ко всему, у нас уровень безработицы ниже целевого, значение в 5% уже сейчас. Заработные платы растут, которые непременно скажутся на потребительской активности. Мы до этого слышали о Джанет Хеллен, что второй квартал будет лучше первого, а первый провальный был только следствием сезонных факторов. И то, что Джанет Хеллен уже готова отдать свой голос за повышение процентной ставки. У нас очень много голосующих членов, наших друзей, скажем так, которые видят достаточно позитива на рынке и готовы проголосовать за повышение ставки, в том числе уже и на июньском заседании. Поэтому, если добавить еще и прогресс на рынке недвижимости, вы помните, что закладки новых домов лучший индикатор, лучший отчет на прошлой неделе, точнее на позапрошлой, за 22 года. И получается то, что сейчас очень просто сделать ставку на то, что ФРС не будет действовать. И не так уж и просто по-прежнему верить, что ФРС найдет основания для нормализации денежно-кредитной политики и, вопреки расхожему мнению, вопреки вероятности, которая сейчас закладывается даже по фьючерсным контрактам, отдаст решение в пользу разгона процентных ставок. Я в этот момент хочу быть в верном направлении и полагаю, что это верное направление предполагает рост доллара. И сегодня буду ждать позитива со стороны слов Джанек Сьеден. Поэтому сегодня я настраиваюсь больше на жесткий подтекст. По поводу уровня интервенции по ене очень сложный вопрос. Тем более, что интервенции ждали на отметке 110, потом на отметке 108, потом 107, 105. Сейчас говорят то, что интервенции могут быть с уровня 100, кто-то говорит то, что с уровня 90. Но какая цифра нравится вам больше? Выбирайте. Но я думаю, что интервенции как таковые сейчас, наверное, даже и не произойдут. Скорее всего, мы увидим снижение процентных ставок. А вот решение об этом, либо решение о расширении программы на количественное смещение, то есть, по сути, те же самые мягкие экономические инструменты, они могут быть приняты уже до конца этого месяца, невзирая даже на курс японской иены против доллара. Евгений, понимаю то, что вас интересует пара доллар-японская иена. Знаете, сейчас трудно говорить, до какого уровня в случае возобновления коррекции может уйти доллар-японская иена. Сегодня, кстати, если мы получим поддержку от Елен, доллар сможет снова показать рост и усилить свои позиции против японского конкурента. Но если все-таки на рынке по-прежнему будет очень много паники и мы увидим продолжение коррекционного тренда, я предлагаю вам просто держать руку на пульсе. И если у вас есть время, пожалуйста, буду рад видеть вас на брифингах, которые проходят традиционно в 9.30 по московскому времени, мы каждый день уделяем не меньше 10 минут ситуации, которая складывается именно по паре доллар-японской иены. Я свои обязанности считаю следить за новостным фоном. Соответственно, все, что сегодня вышло, даже с точки зрения ожиданий по возможным интервенциям, я это на рынке найду и завтра обо всем расскажу. Поскольку вопросов больше нет, огромное спасибо тем, кто поучаствовал сейчас в дискуссии, тем, кто посетил вебинар. Соответственно, увидимся с вами уже в ходе завтра, достаточного брифинга. Если не в прямом эфире, то запись будет доступна буквально уже часов в 11 на нашем специальном канале на YouTube. Если есть вопросы, может кто-то не успел их записать, канал на YouTube и форума Market сможете писать туда, спрашивать, задавать, и я уверен, что не только я отвечу, но и те, кто присутствует там, также из нашего тендерского сообщества. Хорошей вам недели, хороших прибыльных сделок, попутного тренда. Ну и, конечно же, ждем прежней силы доллара и надеемся, что за этим дело не встанет. Всего доброго. До свидания.